Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Лена, мне 23 года. Я здесь родилась в 1995 году. И занимаюсь я музыкой, творчеством. Ну и в принципе все. Вот, ну хоть с гармонией теперь разобрались. Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Юра, мне 23 года. И мне очень нравится, я очень люблю свой город. Несмотря на то, что он маленький, тут много чего не хватает, много что нужно сделать. Но я верю, что когда-то все будет. Вот, и все равно я люблю этих людей, которые живут в этом городе. Люблю этот город, в принципе. Познакомились мы с ним, наверное, года два назад. Гуляли в одной компании. Ну это просто было общение. Узнали друг друга больше. То есть увлечение. Это дота, музыка. Ну и вот так вот получилось, что мы начали встречаться. Давай ты будешь брать того, кем ты не умеешь играть. Я начала играть в доту, наверное, в аду в 13-м или 14-м. И теперь это для нас как общее проведение досуга. Просто играешь и отдыхаешь. На самом деле очень круто, когда ты со своим молодым человеком проводишь вместе досуг. Я родился в Буденовске. И вот всю свою сознательную жизнь здесь живу. Буденовск. Ну, наверняка существует, но даже не могу, чтобы что-то сразу пришло в голову. Ничего. Знаю, что он есть. Все. Ну, Буденовск, Буденовск. Собственно, как Саратов. 23 года назад в городе был теракт во время Первой Чеченской. На больницу, центральную больницу, напали террористы. Захватили родильное отделение. Держали в заложниках людей 3 дня. И единственное их требование было вывод войск из Чечни. Ну, я даже видел эту всю херню. Все, Миша. Тебе лет 5 было. Мне 5 лет было, да. И что же ты видел? Как танки ездили. Как люди прятали. Ты прям это замечал? Конечно. Беттеры, танки у нас были. Да. Что расскажет? Я тебе серьезно говорю? Люди прятались, толпами гнали на больницу. Но, знаешь, сама суть, как оно все начиналось, не очень хороша. То есть, они вообще, якобы, как говорили, что не сюда ехали, а ехали на Минводы, Пятигорск, в ту сторону. Но это как? А кто там на самом деле было? Тоже никто не знает. У меня, кстати, отчим же был тут. Ну, когда мы захватывали, он в полиции тогда работал. И вот момент захвата. Он тут был. У него два полевых ранения отсюда. Там, когда его отсюда вывезли, потом весь перемотанный, замотанный. Ему газету еще принесли, там, у него до сих пор дома она лежит. То, что он числится в списках убитых. Короче, ну, он попутал немного. Это вот после первой волны, получается, чеченцы же говорили, то, что если будет волна, то мы начнем расстреливать людей. И вот после первой волны они выбрали 10 мужиков и водили. И вот моего отчима с ними вывели. И типа на расстрел. Ну, не убили его, не получилось. Вот так. Родители, ну, мама в основном, да, рассказывала, что боялись, прятались, вот, в комнате. И чтобы просто, ну, защищать свой дом, свою семью, отцу пришлось бежать к своим родственникам, вот, и взял эту гранату там, и, ну, чтобы вот просто, да, никто не тронул ничего. Просто это оборона была. Какой самый первый теракт я помню? Наверное, 11 сентября, школу в Беслане помню, Норд-Ост помню. Вот, и на самом деле воспоминания с детства у меня неразрывно связаны с этими терактами. То есть я помню, как я сижу в частном доме у бабушки, мы смотрим с ней телевизор, где прямая трансляция идет из школы из Беслана. Там показывают детей. У меня за окном лето, и солнце светит. Все хорошо. В первую очередь это Норд-Ост. Потому что вот это как раз тот был период, собственно, в котором я себя более-менее помню и осознаю. И когда это все показывали по новостям, осознание, когда я вглядывался в лица родителей и видел на их лицах действительно там страх, сопереживание, то я понимал, насколько это страшно. Потом второе, это, конечно же, Беслан. Ужасные события. Просто ужасные. Я вспомнила Курск и Беслан, потому что я очень хорошо помню, когда это происходило. Я прекрасно помню трансляции по телевизору, а они еще шли в прямом эфире, и я прям плакала. Ну, то есть я даже сейчас помню, когда сказали, что моряков не поднимут, и когда в Беслане тогда выносили детей, это жуткие вообще картины. И поэтому, наверное, я их помню, потому что я пережила это. А Буденовск видели тоже только с каких-то слов и тоже как факт какой-то истории. Но лично моего экспириенса не было в этом. Очень многие люди, они даже не подозревают, из-за чего этот теракт вообще был. Типа, знаешь, ну, чеченцы-то не просто так же приехали. Ну, они собрались-то не в наш город, но просто так вышло. Ну, неважно, это случилось бы здесь, либо в соседнем городе, либо в какой-то маленькой деревушке. То есть они ехали с одной целью, чтобы прекратить войну. Да, я их не защищаю, ни в коем случае не защищаю, потому что терроризм — это очень и очень плохо. Я их винил за то, что они убивали беззащитных, вот абсолютно беззащитных. Люди, мирный народ здесь ни при чем. И в этом можно винить только политиков. Из-за их каких-то разногласий, непониманий, страдаем мы. В обычной жизни нет просто, не знаю, момента подумать о том, что там, не знаю, о какой-то опасности. Проанализировать какую-то ситуацию. Ну, просто об этом сиюминутно и не думаешь никогда. Крепкая навыка запомнить причину, почему это произошло. И, наверное, следить в первую очередь за собой и сдерживать, контролировать себя, если мы поймаем себя на тех же эмоциях, которые испытывали, на тех же чувствах, которыми руководствовались тогдашние преступники. Просто об этом надо помнить, чтобы оставаться человеком. Нельзя забывать эти ужасы. Если ты будешь забывать и блокировать вот эту вот боль какую-то, то станешь беспочувственным. Если об этом не говорить, то это забывается. Ну, без слан я, например, точно знаю, что я никогда не забуду, потому что, опять же, повторюсь, я помню, как я переживала это. Это служит хорошим примером того, к чему приводит насилие. То есть это конкретные жертвы, это конкретные люди, это конкретные трагедии. И, ну, забывать о таком, да, все-таки не стоит. То есть к своему стыду, да, я не знал про то событие, которое вы освещаете. Но я про него прочитаю и буду передавать другим. Субтитры создавал DimaTorzok